Добро пожаловать на 8 урок школы Roblox 2020. Затягивать не будем, но урок возможно получится немножко дольше, чем я планировал. Давайте посмотрим домашку. Для того, чтобы посмотреть домашку до 7 урока, я должен запретить работу некоторых скриптов. Вот смотрим. У меня здесь скрипты в кнопках написаны, которые не имеют домашние задания. В красной и зеленой кнопках у меня есть скрипты. Итак, выбрали скрипт. Я просто вам подсказываю. И можно его запретить. Видите, есть свойство Disabled у каждого скрипта. Нажал галочку, все, этот скрипт останется на месте, его текст видно. Вот, например, что-то такое. Но работать не будет. То же самое делаем со скриптом, который хотим запретить другим. И теперь разрешим скрипт. У меня где-то здесь есть домашка. Вот сервер скрипт сервис 7. Вот видите, белым цветом запрещенный скрипт. Он не запустится. А такой более голубой цвет он запускается. Итак, идем в синий цвет. Разрешили. Запускаем нашу домашку. Давайте посмотрим, как она работает. Задание было простое. Красная кнопка, если прикасаемся, должно убрать мост. Мост убран. Зеленая должна его вернуть. И мы по мосту должны ходить. Все, ничего не происходит. Никаких таймеров, никаких ожиданий. Все срабатывает как угодно. Никакого дребезга и моргания мы сейчас не видим, потому что кнопки находятся немножко на расстоянии друг от друга. Так что пока вы добегаете от первой до второй, конечно, никакого дребезга не будет. Если мы две кнопки сейчас разместим вот здесь рядом, давайте-ка я вам покажу, то уже будет некрасивый эффект. Дребезга. Потому что будут нажиматься одновременно и первая, и вторая кнопка. То, что мы сейчас на уроке пройдем, мы пройдем условия, а условия будем проходить, решая проблему дребезга. Дребезга клавиш. Видите, как он моргнул. В самом начале хорошо моргнуло, хотя и сейчас тоже как-то неявно все делается. Давайте сделаем, чтобы это было более все симпатично. Сначала смотрим скрипт с домашкой. Пояснять, наверное, особо не нужно. В переменной красная кнопка, ссылка на красную кнопку, ссылка на зеленую кнопку. Здесь для красной кнопки я пишу отдельную функцию. Untouch Red. Когда тронули красную, запускается эта функция. Она делает мост прозрачным. Не просто прозрачным. Через него можно провалиться. Can collide. Заносим туда false. И делаем его полностью прозрачным. Чтобы он был невидимым. Единичку заносим. Когда зеленую кнопку нажимаем, то наоборот. Can collide. Значит, по нему можно ходить true и не проваливаться. И прозрачность заносим в свойство прозрачность первого мостика. Заносим ноль. Тогда он будет полностью непрозрачным из-за этого нуля. И мы его опять будем видеть. Но как теперь эту функцию запустить? Ну, как в прошлом уроке про события я говорил. К красной кнопке, к ее событию, когда на нее коснулись, с помощью метода функции connect присоединяем запуск вот этой функции. Так что, если кто-то коснулся кнопки красной, то выполнится эта функция. К сожалению, она выполнится несколько раз. Как вы помните из прошлого урока. Потому что обычно вы касаетесь сразу несколько раз. Там ногой, рукой и коленом. И так далее. То же самое для зеленой кнопки. Не забываем обязательно привязать к событию touch connect. Про события у меня есть еще куча уроков. Можете посмотреть на моем канале. Но про события мы будем еще говорить отдельно. Сейчас мы все-таки изучаем не совсем события, а мы изучаем условия. Так. Ну что ж. Бомашку я запретил. Да, запретил. Да, запретил. Давайте. Или не запретил. Запретил. Я вам просто объяснил. Так. Домашка запрещена. И теперь идем разрешим два скрипта. Вот у меня для красной и зеленой кнопки уже есть домашняя заготовка, с которой я этот урок быстрее проведу. Включаем этот скрипт. Я его здесь запрещал. Скрипт для зеленой кнопки. Они вложены в кнопку, чтобы мы могли потом их дублировать с помощью duplicate. Так. И давайте посмотрим, что же у меня в домашней заготовке. А все очень похоже на то, что мы делали с вами. Я output окошко открыл. Все, что мы делали в домашке. Нажали красный. Видите, кнопка становится полупрозрачной. И пока она полупрозрачная, она не срабатывает. Вот тут заметно. Я пытаюсь... Так, мы вот так сделаем. Близко встанем. Красный. И пытаюсь... Пытаюсь быстро включить мост и выключить мост. Выключил. Включил. Пытаюсь включить. Но кнопка как бы не активная. Она полупрозрачная. И пока кнопка не активная, она не дает мне ничего включать. Так. Давайте теперь посмотрим на код. И посмотрим, что за печать такая у нас идет. Давайте еще раз попробуем. Нажмем на кнопку. Я стер сообщение. Давайте нажимаем на красную. Что же появилось? Какие надписи? Первая надпись. Кнопка что-то включила. Теперь ждем 3 секунды. Ну, видимо, 3 секунды, чтобы она остыла, чтобы кулдаун прошел. И мы могли еще раз нажать на эту кнопку. Пока 3 секунды длилось... Вот давайте еще раз нажмем. Видите, она полупрозрачная. Можно считать 1, 2, 3. Вот она опять готова. То же самое с зеленой. Здесь название меняется. Итак, что же я делаю в критерии. Я сначала кнопку нажимаю. Первый раз. И защищаю от дребезга. Защищаю от того, чтобы кнопку в этот же момент вы не нажали несколько раз второй ногой или рукой. Это очень важно при создании обби, чтобы не было такого, что мост только появился и сразу же исчез. Речь о мостах только как пример. На самом деле там много может вариантов быть. Давайте посмотрим на скрипты. Скрипт. Этот скрипт... Правая кнопка. Show in Explorer. Ну сначала остановим. Show in Explorer. Вот показывает, где этот наш скрипт. Красной кнопки относятся. Окей. В переменную Button я заношу ссылку на нашу детальку. На красный кирпичик. Pulldown. Сколько секунд мы будем ждать, прежде чем на кнопку можно нажать второй. Здесь будет debounce признак. В некоторых уроках, или если вы читали оригинальные на английском языке уроки Roblox, их кстати обновили. Молодцы, их часто обновляют. Там по-моему есть пример с debounce. Тоже против дребезга. Там по-моему переменную назвали debounce. Я по-английски написал is on. Включена она или нет? Это признак. Мы храним его в скрипте, который скрипт хранится в этой кнопке. Так что эта переменная видна только внутри этого скрипта в данном случае. Что нам и нужно. В ней признак. Вначале мы заносим признак false. Значит кнопка не включена. Окей. Итак. А вот эта функция, она срабатывает. Как вы видите, я ее присоединил к событию touched. Как вы уже умеете. Так вот, эта функция сработает, если я прикоснусь игроком к данной детальке. Но смотрите. Изначально у нас переменной is on false. Значит вот эта конструкция не сработает. Эта конструкция if. Это кстати конструкция, вот тема нашего урока условия. Эта конструкция не сработает, потому что ей в условия передали ложь. И будет выполнено вот этот кусок кода. Эти строчки будут выполняться. Давайте представим, что в этой переменной не false, а истина. True по-английски. Вот так. Тогда выполнится только этот код. При прикосновении к нашей детальке проверится это условие. Если здесь истина, то выполнятся две строчки. Из занятия по функциям вы знаете, что ретурн не только возвращает значение функции, но он и прерывает работы функции. Обычно ретурн ставится в конце функции. И там какое-то значение, которое возвращают. Пишут например, верни 42. Но нам здесь ничего не нужно возвращать. Нужно просто прервать функцию. Если мы кнопку только что нажали и кулдаун еще не закончился, ничего не надо делать второй раз. Так. Здесь вы поняли наверное. Мы берем имя нашей кнопки. Red Button. Две точки. Это склеить две текстовые строчки. А эту строчку целиком вы уже видели. Она печатается при первом прикосновении. Что кнопка красная уже включена. Ждите когда закончится кулдаун. И сколько бы мы в нее не пытались нажать, будет появляться еще раз такое сообщение. Еще раз, еще раз. Но ничего не будет. Тело нашей функции не будет выполняться. Давайте представим, что мы первый раз нажали. Первый раз нажали, тогда у нас в этой переменной ложь. Значит это условие не будет выполнено. В этой строчке мы сразу условие заносим true. Истину. Для чего это нужно? Для того, чтобы при втором нажатии, прикосновении нашим игрокам, чтобы сработало сразу вот это условие. Что мы делаем дальше? Дальше мы нашу кнопку, точнее наклейку на нашей кнопке. Помните, вот в нашей кнопке есть икалов наклеечка. Мы ее делаем полупрозрачной, чтобы она немножко просвечивала. И делаем саму кнопку полупрозрачной. И печатаем. Что-то, кнопка, имя кнопки здесь печатается, что-то включила. Теперь ждем кулдаун. Кулдаун это сколько секунд ждать? Так. Здесь уже выполняется то, что мы хотим сделать этой кнопкой. Но мы этой кнопкой хотели первый мост, как в домашке. Мы сейчас про красную кнопку говорим. Мы хотели этой кнопочкой наш мост сделать невидимым. И чтобы по нему нельзя было ходить, чтобы вы падали. Чтобы вы падали, заносим в canCollide false. Чтобы он был невидимым, заносим в transparency единичку. Дальше. Следующая команда, waitCooldown. Вы уже, наверное, знаете из многих уроков, что wait будет ожидать количество секунд, сколько мы здесь задали. Но так как я в нескольких местах этот кулдаун, количество секунд, использую, поэтому я просто создал переменную. Я здесь могу изменить, например, на 2 секунды, на 3, на 4. У меня тогда и здесь будет печататься правильное число и ждать. Наша кнопка будет остывать. Cooldown это остывать. Будет ждать нужное количество секунд. Дальше. Вот она. Здесь остановился у нас скрипт и ждет количество секунд. После того, как кнопка остыла, мы в is on заносим false. Кстати, эту строчку надо, наверное, вот так в конце поставить. Так, так будет более безопасно. Если у нас несколько скриптов одновременно выполняется. Так, что же мы здесь дальше делаем? Ждем сколько-то секунд. Остыли. Восстанавливаем прозрачность нашей кнопки. Кнопка становится непрозрачной, наклейка становится непрозрачной. Значит, прекрасно видно. Вот таким образом. Значит, красный это красный и наклейка нормально выглядит. Печатаем. Кнопка готова и ждет тач. Ну и ждет нового прикосновения. Так. У меня тут батарейки сели. Или батарейки не сели, я куда-то нажал, наверное. Ну ладно, не будем урок переписывать. Переписывать вроде все нормально идет. Так, все хорошо. Так. То же самое для скрипта зеленой кнопки. Все то же самое. Просто вот эти две команды. Мы мост проявляем, делаем его непрозрачным и чтобы по нему можно было ходить. Окей. Это все понятно. А как вы думаете, такие кнопки с кулдауном, они выглядят симпатичнее, чем обычные кнопки? Видите, вместо кулдауна можно сделать что еще? Можно сделать, например, чтобы кнопка стала размером немножко больше. Давайте как-нибудь сделаем. Так. Здесь мы ее сделали полупрозрачной. И сейчас сделаем вот так. Button. Size. Vector 3. View. Я, по-моему, объяснил. Давайте сделаем 2, 2, 2. Чтоб такая чуть побольше кнопка. В два раза будет больше в ширину, и в два раза в высоту, и в два раза в глубину. Так. И не забудем вернуть ей первоначальный размер. Она у нас была 1 на 1 на 1. Я этот пример показываю только для того, что вы можете в своей игре делать красивые кнопки. Чтобы они не просто какую-то наклеечку показывали, не повторяйте за мной, что-нибудь придумайте интересное. Можно еще по-другому сделать. Так вот. Или это я зеленую делал? Ага. Ребята, я перепутал. У нее изначально был размер 2 на 2 стада. Давайте сделаем тогда, чтобы она чуть-чуть больше становилась. А здесь вернем ее оригинальный размер. Такс. Да, вот кнопка стала побольше. Пока она большая, на нее нельзя нажать. Можно сделать, чтобы она прыгала. Это уже как вы придумаете. Так. Смотрю, что у меня записано, что вам рассказать. Про условия я рассказал как-то очень бегло, еще ничего не понятно. Давайте сейчас мы начнем делать более умные кнопки. Вот эта кнопка была с охлаждением. Кнопка, которая выполняет какое-то задание. Это задание у нас умещается вот в этих всего двух строчках. Все остальное это управляет самой нашей кнопкой, чтобы она меняла свою прозрачность, чтобы она не дребезжала, много раз не выполнялась и так далее. А давайте сделаем, эти кнопки оставим, давайте сделаем какую-нибудь синюю кнопку и на ней сейчас будем изучать наши условия, уже более интересно. И будем, уже будем трогать следующий мост. Следующий мост, это вот он. Да, бридж 2. Так, дублируем. Давайте я тут дублирую. Правая кнопка. Дубликейт. Сразу ее двигаю сюда. Делаю нашу кнопку. Так, делаю нашу кнопку синий. Допустим. Так, почему-то у нее материал не он. Ладно, пусть остается. Так, что же мы здесь делаем? Следующий вариант кнопки, который мы изучим, кнопка, которая будет та. У нас уже есть кнопка, которая включает. Эта кнопка выключает. А давайте сделаем кнопку, которая переключает. Значит, мы один раз на нее нажали, она у нас выключила мост. Еще раз нажали, она его включила. И так бесконечно. Давайте посмотрим, что можно поменять в этом код. Синий кнопки. Так, давайте я сразу тоже занесу деталь, которую мы будем включать, выключать. Мы ее назовем просто bridge. Bridge. Сошлемся на тот мостик, который мы захотим менять. Bridge 2. В данном случае второй. Дебаунс. Ну ладно, оставим debaунс. Только сделаем, например, одну секунду ждать. Так, условия я сейчас подробнее расскажу. Чуть дальше. Здесь прозрачность кнопки мы тоже оставим. Давайте вот эту печать текста я уберу. Нет, на экране не нравится. Это просто вам для объяснения было. Дальше. Здесь мы просто можем писать bridge. Когда мы сдублируем этот скрипт и эту кнопку, мы просто, например, если мы хотим такой же кнопкой включать-выключать мост номер 22, нам достаточно будет сделать дублика дубликейт и вот здесь изменить мост 22. Bridge, bridge. Все нормально. Ждем cool down. Здесь все включаем. И этот текст тоже убираем. Все у нас так кратко, симпатично. Вот этими комментариями я выделил. Между ними выделены те строчки, которые влияют на мост. Так, но мы же хотим теперь включить или выключить наш мост. Мы можем условия. Давайте, по-русски я говорю, если наш мост выключен, то включи. Если выключен мост, то включи. Включи мост. Иногда может быть удобно так написать. Давайте, если выключен, а, нет. Давайте сделаем, если включен, потому что он у нас уже включен. Чтобы пока ничего не писать, вот он у нас есть. Пусть, один раз нажмем на синюю кнопку, пусть он выключится. Так. Я тут немножко запутался в своих red, green. Ага, я не переименовал. Давайте я переименую деталь, чтобы не путаться. и сделаем его blue. Blue. Так. Окей. Если включен мост, то выключим. Давайте теперь вот этот русский текст заменим на условия. Как мы можем узнать, включен мост или выключен. Так. Вот этот код я закомментирую, чтобы не мешался. Мы можем читать can collide моста. Признак. Вот. Порассуждайте. У выключенного моста, через который вы падаете, через который не виден, что находится в этом свойстве? Истина? True? Или ложь? Итак, еще раз смотрим. Если включен мост, ну, хорошо, я подсказываю. Во включенном мосте у нас здесь true, истина. Значит, вы можете по нему ходить. Значит, он, ну как, не привидение. Так, ну давайте тогда прямо используем это условие. Берем отсюда, вырезаем. Если мост включен, на самом деле мы можем какую-то переменную использовать. Давайте сделаем сначала нубовский способ с переменной. Но вы сейчас увидите, что переменные нам не всегда нужны. У нас есть свойства у объектов. Так, я вот так напишу. Мост включен. Мост включен. Да, он включен у нас по умолчанию. Если мост включен, тогда мы, во-первых, его выключим. Занесем сюда false. Так, и давайте вот эти вот строчки для выключения моста. Какие нам нужно здесь использовать? Их нужно инвертировать. Ну, значит, сделать наоборот. Вот эти строчки это как раз у меня для включения. Так, надо, чтобы через него все падали и надо, чтобы он стал невидимым. Ну, давайте попробуем запустим. По крайней мере, при первом нажатии у нас мост должен исчезнуть. Вот этот мостик. Да, он исчез. Кнопка вернулась и ничего не вернулось назад. Окей. Так. Хорошо. Давайте сделаем для выключения моста мы уже сделали кусочек кода. Нужно что-то сделать с нашим условием, чтобы срабатывал другой вариант. Для другого варианта по-русски мы говорим если ты сделал уроки, ты пойдешь гулять. иначе ты будешь сидеть дома. Вот давайте напишем иначе else. По-английски это else. И вот если это условие сработало, если здесь истина в условии, если истина then переводится тогда, тогда делай вот это. Иначе делай другое. Иначе мы вот что делаем. Иначе мы мост включаем. Здесь я его опять делаю видимо. Это нам не нужно. Итак, управление мостом я оставлю сутки. Управление мостом вот у нас все вот эти кусочки кода. Весь вот этот код у нас для управления нашей кнопочкой, чтобы менять ее красивость. А вот эта штука это для того, чтобы не было дребезга, чтобы повторно много раз не срабатывало. Так, запустим. Сейчас мне кажется должно все сработать. Один раз нажимаем мост выключился, нажимаем включился. И причем смотрите мы на нем стоим пока мы не коснемся ничего не происходит. Дело в том, что во время прыжка тоже касание он видите он ноги немножко сгибает и получается он с тупнями как бы все-таки успевает коснуться. Все шикарно работает. Давайте попробуем избавиться от переменной. Вот от этой переменной мост включен. Помните, как я вам говорил, что вместо мост включен можно использовать вот эту переменную can collide. когда мост включен там всегда у нас истина. Поэтому вот эту переменную стираем и вот эту переменную стираем. Видите, у нас сократилось на три строчки наш код. Мы проверяем через мост можно ходить и не падать. Здесь у нас истина. Ага, если по нему можно ходить и не падать, давай-ка мы его выключим. Сразу меняем истину в этом свойстве на ложь. Ну и мостик делаем. А, кстати, можно ловушки делать. Если мы не будем менять его прозрачность, видимость точнее нашего мостика, то он будет нарисован, но вы либо через него будете падать, сейчас он нормальный, по нему можно ходить. Давайте я его активировал и сейчас я через него упаду просто. Кстати, не думайте, что я вниз упаду, у меня здесь трюк такой. я хожу в гора. Так, сейчас делаем еще раз. Теперь по мосту можно ходить. Он и видим, и ходить по нему можно. Отлично. Но это просто как напомнил в очередной раз про всякие ловушки. Так, возвращаем. Я доволен. Кнопка сделана. Теперь давайте попробуем кое-что делать, что поможет вам сделать домашнее задание. Так, давайте попробуем сделаем две кнопки. Дублируем и сразу переменую. двигаю вбок. Сразу ее переименовываю. Давайте сделаем ее серой. грей. Грей и давайте цвет у нее серый какой-нибудь. Такой вот серый. Что-то я не понимаю. Такой сероватый. Видимо материал неон, поэтому пластик да. Из-за пластика нормальный сразу стал свет. Так, давайте идем в эту кнопку переименованную грей и давайте в скрипте посмотрим что тут можно сделать. Она точно так же как синяя кнопка. Задание такое, которое я сейчас буду делать. Давайте сделаем так, что если нажата синяя кнопка и при этом вы нажимаете серую кнопку, то переключается вот этот мост. Он становится либо видимым, либо невидимым. Хорошо? Вот этот код не трогаем. Итак, давайте сразу перейдем скрипт и пробуем. Итак, если мы нажали на серую кнопку и синяя все еще нажата, тогда мы переключаем состояние нашего моста. Как можно узнать нажата синяя кнопка или не нажата? К сожалению, простого способа сейчас, по крайней мере, для нашего урока нет. сделаем индикатор нашей синей кнопки. Давайте сделаем индикатор. Вот он добавлен. Я, кстати, этими индикаторами не пользуюсь. Это не совсем индикатор, это числовое поле. Можно к каждому объекту удалю. Я просто готовился к уроку, экспериментировал. Я их нигде не использую здесь. Давайте я лучше добавлю покажу, как добавлять. Итак, нам нужно знать, в cooldown у нас сейчас эта кнопка или нет. Но в чем проблема? В синей кнопке, внутри синей кнопки, у нас есть переменная cooldown. Так, одна секунда, давайте опять три секунды сделаем. Но это так, на будущее. И серой кнопки тоже сделаем. Иначе я добежать не успею. так и давайте я не путался, а то название скриптов одинаковое. я напишу grey. Чтобы вот здесь у меня было видно button скрипт для синий, а button script grey. по-моему я не написал grey. Вот так. Кстати, всем совет учите языки. Любые немецкий, итальянский, английский вам пригодится. Такс. Итак, задание у нас сделать так, чтобы пока мы не можем серую кнопку запрограммировать, давайте разберемся с синей кнопкой. Я хочу у нее сделать признак нажата она или нет. Дело в том, что то, что внутри скрипта происходит, мы не можем никак снаружи считать. есть, есть, конечно, глобальные переменные, но они в данном случае не работают. Если хотите посмотреть, посмотрите, что такое глобальные переменные в Roblox, я ими не советую пользоваться, или пользуйтесь с осторожностью, посмотрите мой урок переменные, глобальные, у меня на самом деле несколько уроков, но здесь мы воспользуемся другой фишкой. Мы в нашу синюю кнопку с помощью плюса добавим значение Boolean B вот Bull Value здесь она называется Value, давайте переименуем как-нибудь назову вот так из Preset нажата переводится с английского языка нажата что у нас в этом Espreset есть давайте посмотрим свойства Espreset так у нас есть название добавленного значения parent и значение может быть галочка так как это у нас Bull значение у нас может быть либо истина либо ложь как вы помните истина это галочка ложь это без галочки как же из скрипта нам теперь добраться до Espresso так ну вот у нас уже есть давайте вместо вместо из он мы будем использовать уже наше значение btn дальше is pressed ну у нас и так а и в expressed нельзя напрямую ничего присвоить нужно нажать дальше value так что у нас а описывать нельзя потому что это у нас свойство оно уже есть видите никак переменные button is pressed value false была ли нажата ну в данном случае не была ли нажата нажата просто вопрос нажата оп синяя ок так и вот это значение переносим сюда где у нас зон так что мы вместо дебаф переменной дебаф дебаунс мы используем наше значение считайте это как переменная объявленная просто в нашем эксплорере мы можем кучу переменных сюда добавить плюс там было бул можно еще написать int value например то же самое но число здесь будет храниться не только истинная ложь но число например можно стринг value пожалуйста здесь строчку можно хранить давайте стринг value какой-то где он value смотрим свойства у нас есть value можем какую-то строчку написать окей это просто переменная которая видна из workspace если мы напишем game.workspace.bluebutton.expressed.value мы сможем узнать какое там значение я из другого скрипта буду добираться до этого значения в синей из серой кнопки из скрипта серой кнопки я буду добираться до значения вот этого в синей кнопке буду узнавать нажата она или нет ну все здесь все должно работать и можно вот как сделать можно запустить и сейчас понажимать синюю кнопку и в explorer посмотреть значение это меняется с истинно на лож так выбираем мы сейчас синюю кнопку меняли вот она и вот у нас из пресс окей у нас сейчас включено нажали не вижу либо оно не обновляется прямом так не хочу время тратить я думаю что я все правильно сделал давайте сразу к серой кнопке переходим к программированию там и узнаем все у нас нормально срабатывает нет так мы должны вот что сделать мы должны не на мост какой-то бридж кстати мы здесь бриджем будем пользоваться мы третий мост серой кнопки меняем переменный бридж вся переменная бридж относится к третьему мосту здесь мы все оставляем здесь мы должны узнать если кнопка синяя нажата а как мы это узнаем мы пишем вот так game workspace blue button дальше значение у нее есть из пресс то что мы добавили и напрямую здесь мы читать не можем нам нужно свойство этого экспресс читать оно находится еще глубже вот здесь итак условие такое если кнопка нажата то тогда состояние моста переключится что-то у нас сейчас интересное должно получиться немножко не то что я просил давайте попробуем можно ли это в игре использовать сейчас мы узнаем итак пробуем на серый нажимать так я не вижу чтоб серая у нас вообще нажималась кнопка мне это не нравится так скрипт включен а вон оно что ну вообще странно потом так скрипт у нас тот скрипт шоу инспори да тот из пресс так давайте а ребята я не в той кнопке не в том скрипте все это заменил блин ладно давайте я это перенесу перенесу в наш скрипт вот сейчас давайте переименую этот скрипт чтобы не путаться у вас наверное тоже такая встречается вот здесь вместо изу он вот это используем здесь не забываем убрать local нам переменную не надо описывать потому что уже есть это свойство я его в explorer вручную вот сюда добавил никаких local ничего просто можем занести сюда какое-то значение так вот здесь нам roblox studio подчеркивает что у нас нет такой переменной поэтому здорово так все здесь сработало все должно работать давайте проверим синюю кнопку которая у меня сейчас не работала из-за того что я не в том скрипте менял текст так синяя кнопка где ты item свойства ой-ой-ой нам не ее свойства а вот expressed здесь галочка не стоит не нажата о галка появилась ушел галка исчезла как здорово теперь у нашей кнопки синий появился снаружи некий признак нажата она или нет и давайте теперь в серой кнопке этим воспользуемся а в серой кнопке ну давайте вернем назад сделаем назовем его debounce надеюсь вы не запутались так а здесь у нас все правильно здесь мы должны посмотреть если в синей кнопке если синяя кнопка нажата то тогда мы мост что же мы сделаем тогда мы мост делаем невидимо окей я уже примерно понял как будет у нас работать эта кнопка так кулдаун время синий так еще раз пробуем вот она нажата так у меня может быть какие-то ошибки сейчас мы сделаем view output да вот ошибка говорит bridge3 нет такого bridge3 у меня написано как-то bridge конечно еще еще бы я здесь ошибку нашел bridge3 не в скрипте ошибка а в названии детали в explorer нажимаем и пока нажата да сработало смотрите теперь синяя не нажата и я пытаюсь на серую нажать мост не прячется сколько бы раз я не нажал даже если готова у нас серая мост не прячется но если у нас будет при этом нажата синяя кнопка мост спрячется а я хотел вот что пока нажата синяя кнопка если мы нажимаем на серую то мы можем прятать и снова показывать серый мост а может так и работает нет видите вот сейчас сработало даже синяя кнопка не нажата но я нажал на серую у меня все равно мост появился это неправильно давайте условия сложные напишем в принципе это вот конец урока сейчас мы условия более сложные напишем и все будет хорошо давайте вложенные условия напишем вложенные условия значит вот так вот так будем проверять мост у нас спрятан если мост не спрятан вот так похоже на синюю кнопку да условия вернулась примерно как как и там было и так пока синяя кнопка нажата серый можно тоже нажимать в домашке я несколько вам более разнообразных примеров привел и так на серую нажимаем ни на какие мосты она не влияет ни в кулдауне ни без кулдауна теперь давайте нажмем синюю и сразу нажмем начнем нажимать без кулдауна ну точнее мост не появляется как было ошибочно в прошлый раз давайте опять сейчас нажимаем синюю и сейчас у меня мост появится сейчас опять синюю нажали нажали серую мост исчез все отлично я так и хотел сделать так ну этот скрипт будет загружен по ссылке под видео сможете скачать текущее состояние и домашку еще раз прочитать и давайте я вам сейчас зачитаю домашку для восьмого урока на этом мы закончим домашка из двух частей состоит сами решайте что сделать видите тут со звездочками значит усложнение первое задание первое задание вот первое домашнее задание вот второе домашнее первое сделать один мостик пусть мост будет изначально прозрачный невидимый сделайте три кнопки ну вот смотрите вот у меня три кнопки сделайте мостик например вот такой он всего один у вас одна деталь и три кнопки первая вторая третья хорошо возвращаемся кнопки нажимаются и находятся в нажатом состоянии три секунды очень похоже на то что я сейчас сделал значит депаунс если вы успеете нажать на все три кнопки и тогда тогда мост появится 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 и останется не будет никуда исчезать это представляете квест вы бежите бежите и перед какой-то пропастью у вас есть три кнопки или три замочных скважины вам нужно в каждую из трех замочных скважин свой ключ засунуть и тогда у вас появится мост усложнение как сделать кодовый замок чтобы мост появлялся если вы успеете нажать кнопки в таком порядке третья первая и вторая значит если вы щелкните вот эту третью первую и вторую и при этом все кнопки будут нажаты так ну возможно невозможно а точно я вам тут с условиями объяснял можно еще составные условия делать более сложные например вот как узнать что и кнопка нажата и мост например тоже еще виден можно написать вот так во-первых можно переносить ключевые слова на новую строчку и писать вот например вот так пишу and условия теперь будет срабатывать только если это сложные условия если оба условия будут истиной почему оба потому что здесь ключевое слово and если здесь истина и вот здесь истина тогда делай вот это иначе здесь можно else написать иначе делать что-то другое а что делать если нам нужно чтобы срабатывало условия либо это истина либо это истина можно использовать ключевое слово or на русский переводится как или если это условие равно истины или вот это условие то делай так если кстати оба условия равны ну не равны если оба условия истина то все равно выполнится это условие у меня много на канале уроков про условия if else особенно обратите внимание на занятия для четвероколасников если вам непонятно там я очень подробно рассказываю на разных примерах с презентациями я не буду долго здесь останавливаться если что спрашиваете в комментариях я вам отвечу просто нам нужно двигаться вперед и быстрее закончить уроки для новичков чтобы мы делали что-то крутое потому что ребята я сегодня впервые в ютубе поискал уроки по роблоксу русские там все нулевые уроки вот вот что я сейчас повторяю там более простое как будто все начинают с одного и того же ну мои уроки то лучше конечно мне так а может и нет так и так поняли как сделать кодовый замок надеюсь вы сможете придумать с помощью условий подсказка такая вы знаете что мы можем создавать значение ладно не буду подсказывать задание не такое уж сложное это вообще просто это как бы самое сложное занятие из сегодняшних а вот вторая часть домашки сделать 5 мостов делайте это на другом плейсе или просто отодвиньтесь и сделайте где-то еще 5 мостов вот я вам нарисовал эти мосты они друг за другом для простоты 1 2 3 4 5 но суть такая что через пропасть вы сможете пройти только если все мосты нормальными проходимыми сделать три кнопки управления мостами первая кнопка меняет с прозрачного на непрозрачный и наоборот значит если один раз нажали то она делает мост 1 прозрачным если он был непрозрачным инвертирует ну как бы переворачивает я думаю если вы в игры играли прекрасно понимаете итак первая кнопка при нажатии инвертирует мосты 1 и 3 вторая кнопка при нажатии мосты 2 и 5 третья кнопка при нажатии мосты 3 и 4 и получается игрок подбегает к этим 3 кнопкам и с помощью какой-то комбинации нажатия на эти кнопки он сможет сделать себе полностью длинный мост через который он сможет пробежать через пропасть и начать какое-то другое задание еще раз повторяю что вопросы задаем в комментариях на этом пока ставим лайки колокольчик у нас осталось примерно одно или два занятия для новичков и потом мы будем уже по заказам что-то делать уже на среднем уровне а может и на сложном всем пока